У нас было подозрение. Клинические проявления были очень похожи на корь. Поэтому нами были развернуты все необходимые противоэпидемические мероприятия. А это, в первую очередь, вакцинация. Прежде всего, жителей, которые проживают в этом подъезде, которые не имеют, прежде всего, сведений о прививках против кори. И эта иммунизация завершена, и прежде всего, среди детей, которые не имели этих прививок. Но на сегодняшний день диагноз этого ребёнка изменён. Выясняется причина этого заболевания. Самое главное, что снято подозрение на корь. Диагноз коревой инфекции сегодня на территории города Перми не подтвердился. Тем не менее, корь совсем не безобидная инфекция. Сегодня в мире от кори умирает каждый пятый ребёнок. Это заболевание, которое отягощается такой высокой смертностью. И сегодня неблагополучно в целом по России. Особенно в двух регионах. Это Москва, Московская область и Южный федеральный округ. И за прошлый год зарегистрировано по России более тысячи случаев. Для того, чтобы не попасть в список печальной статистики, достаточно пройти двукратную вакцинацию. Маленькие дети иммунизацию проходят в год и в шесть лет. Но если взрослый человек до 35 лет не обладает сведениями, была ли ему в детстве поставлена такая прививка, можно обратиться в поликлинику по месту жительства, где прививку против кори ему поставят абсолютно бесплатно.